Говорит и показывает Минск. Добрый день, друзья. В эфире программа «Говорит и показывает Минск», как мы анонсировали на портале Минск Ньюсбай. Сегодня у нас в гостях начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингородсполкома Екатерина Янущик, ведущий Дмитрий Портен. Екатерина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, именно вот эта волна пандемии характеризуется такой особой активностью коронавируса, ну, что ли, который поразил детей, подростков, да? Имеется в виду, мы услышали о штамме омикрон. Вот расскажите об особенностях этого штамма именно у детей. Да, действительно. Если предыдущие волны, скажем так, коронавируса, мы не наблюдали такой массовой заболеваемости среди детского населения, то сейчас мы и готовились к этому, и нас об этом, скажем, предупреждала мировая статистика и то, что происходит в мире. Мы отслеживали эту ситуацию и были готовы к тому, что все-таки мы будем иметь какой-то рост заболеваемости именно среди детей и подростков. Если говорить об особенностях течения данного штамма у детей и сравнивать, допустим, со взрослыми, то можно отметить тот факт, что все-таки это легкое течение. Как правило, они требуют госпитализации, особенно если это дети старшего возраста, старших возрастных групп, протекают в виде обычной вирусной инфекции и соответствующим образом лечится симптоматически, как обычная острая респираторная инфекция. А если говорить о маленьких детях, то, конечно же, у нас есть всегда настороженность в плане осложнений, потому что неизвестно, как иммунная система маленького ребенка может сработать в той или иной ситуации, поэтому, как правило, мы их стараемся госпитализировать, но при этом все равно не отмечается большого количества тяжелых форм. Дети получают стандартную терапию, как при банальной вирусной инфекции. Вот была такая настороженная статистика, особенно на прошлой неделе, и мы показывали все большие очереди в поликлинике, во взрослые в большей степени. Вот насколько детские лечебные заведения справились вот с этой ситуацией, были готовы к этому? И вообще, если говорить о дне сегодняшнем, какова сейчас ситуация заболеваемости среди детей именно? Действительно, заболеваемость из недели к неделе, она у нас какой-то промежуток времени росла. Сейчас заболеваемость, если говорить об острых респираторных вирусных инфекциях, в целом она снижается. По сравнению с прошлой неделей, где-то порядка 36%, на 36% она снизилась. По коронавирусной инфекции мы отмечаем снижение также на 34% по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели. Вот, но вместе с тем у нас, конечно же, отмечались очереди в поликлиниках, но мы с этой ситуацией справились, и мы к ней были готовы. Заблаговременно наше Министерство здравоохранения оказывало нам в этом всяческое содействие. У нас в системе есть достаточно большое количество интернов, врачей-интернов. Это те специалисты, которые уже окончили медицинский университет, но вот год они работают под курацией, наблюдением заведующего отделением, либо врача, который за ним закреплен. Так вот, у этих интернов тоже есть определенные планы интернатуры. Планы интернатуры были переделаны, и эти врачи тоже пришли на помощь в детские поликлиники. На сегодняшний день совершенно нет никакой катастрофы. У нас все спокойно. Количество визитов на сегодняшний день порядка 12-13. Нагрузка на врача-педиатра на приеме чуть-чуть выше. Но в выходные вы работаете. Впереди выходные будет. Да, мы предусмотрели разные варианты развития событий, и на период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями предусмотрели возможность работы детских поликлиник в выходные дни. В субботу, как правило, врач работает до 4 часов, педиатр, который ведет прием, ну, визиты осуществляются до 6. Ну, опять-таки, в зависимости от уровня заболеваемости, возможны варианты. То есть это корригируется в ручном режиме. В воскресенье, как правило, до 3 часов, и этого достаточно. Большого потока пациентов мы не наблюдаем ни в субботу, ни в воскресенье. Ну, как бы, но это позволяет снизить нагрузку на понедельник, потому что понедельник при любом раскладе, и не только в период заболеваемости повышенной коронавирусной инфекцией, но и раньше, когда была повышена заболеваемость гриппом и другими ОРВИ, в понедельник всегда было максимальное количество визитов и максимальное количество пациентов на приеме. Говорит и показывает Минск. Вот вы в самом начале рассказали об особенностях, как идет заболевание у маленьких детей, у подростков. Ну, тем не менее, может быть, подскажете, на какие, не знаю, симптомы обратить родителям особое внимание, что предпринять. Все же волнуются, естественно, это их дети. И интересно вообще, каковы новые подходы в мире и у нас в Беларуси к лечению именно вот такого разновидности ковида у детей? У детей, как правило, все начинается и продолжается с высоких цифр на градуснике, на термометре. Температура поднимается. Дети могут лихорадить в зависимости от иммунного статуса от 3 до 5 дней. Температура может быть очень высокой. 39,6 до 40 периодически отмечаем некоторые ситуации, когда такая температура поднимается. Но здесь не нужно паниковать. Родителю в обязательном порядке нужно измерять температуру ребенку не реже, чем раз в 3 часа в такой ситуации, когда он лихорадит. И температуру, которая выше 38,5 градусов, ее, естественно, нужно сбивать. То есть для того, чтобы купировать лихорадку, есть на рынке большое количество жаропонижающих препаратов, которые разрешены к применению для детей. Ну и врач, я думаю, порекомендует точнее. Да, но если ребенок лихорадит несколько дней, и родители не справляются самостоятельно, потому что помимо жаропонижающих препаратов есть еще методика физического охлаждения. Это значит влажное полотенце или влажные салфетки попытаться вот ребенка охладить физически. Потому что при повышенной температуре кровеносные сосуды, которые располагаются вблизи кожи, они расширяются. Термопродукция и термоотдача, они, по идее, должны коррелировать. И это нормальная ситуация, когда при вирусной инфекции у ребенка и у взрослого, вообще у любого человека поднимается температура. Это говорит о том, что работает на пределе иммунная система, вырабатывается такое вещество, как интерферон, которое убивает вот эти вот вирусные частицы, которые попадают в организм. Почему нельзя забивать температуру, которая ниже 38,5 градусов? Потому что при температуре ниже вот этих цифр интерферон вырабатывается в меньших количествах и, соответственно, искусственно мы, получается, противоречим и противостоим иммунной системе в борьбе, скажем, с вирусной вот этой инфекцией. Второй момент, который может быть, это катаральное явление, как мы называем медики. Это ренит, явление заложенности носа, явление ренореи, то есть отделяемого из носовых ходов, может быть, явление конъюнктивита. Ну, в общем-то, все не специфично. То есть, как у взрослых, так у детей это стандартные симптомы острой респираторной вирусной инфекции. В некоторых ситуациях присоединяется кашель. То есть, если вообще родитель не может справиться с ситуацией самостоятельно, он должен в обязательном порядке показать ребенка врачу. Либо это будет врач стационара, куда пациента доставляет бригада скорой помощи, либо это врач поликлиники. Говорит и показывает Минск. Очень подробно, Екатерина Ивановна, на всем остановились. Ну, все-таки время эфира ограничено. Вот смотрите, медики активно призывают к вакцинации, ну, в том числе и детей. Вот, внесите ясность все-таки, насколько важна вакцинация, с какого возраста и какой вакциной вы рекомендуете прививаться, и можно ли, как у взрослых, совмещать антиковидную вакцинацию с антигрипповой вакцинацией? Это одна из наиболее актуальных тем сегодня, потому что сама по себе вакцинация, она позволяет избежать, если не заболевания в целом и в 100% случаев, то, по крайней мере, избежать осложнений того заболевания, против которого мы осуществляем вакцинацию. На сегодняшний день в Республике Беларусь мы начали прививать детей. Это вакцина производства Китайской Народной Республики Синофарм Верасел. Эта вакцина не вызывает заболевания ввиду того, что она не оживая, и там нет живых компонентов, которые могут спровоцировать заболевание. Однако, есть разница, в какой период вакцинироваться. Если мы вакцинируем ребенка на фоне полного благополучия, то никаких осложнений, по идее, быть не должно. Иммунная система реагирует на вакцинацию в обычном режиме. Вырабатываются в итоге антитела, которые вырабатываются где-то ближе к 3 месяцам. То есть, от 1 до 3 месяцев нужно время, чтобы выработалась защита. Но если этот ребенок уже, допустим, был в контакте с заболевшим, либо взрослым, либо одноклассником, с больным человеком и находится уже в инкубационном периоде, то есть вероятность того, что разобьется заболевание, но это никак не ассоциировано и не связано с прививкой. Детей мы прививаем пока только с 12 лет. Согласие, естественно, законных представителей, как правило, это родители, мы начали прививать детей уже и в школах, и их вакцинируют на месте, чтобы исключить возможности ухождения по улице. Ну, вот после вакцинации все-таки нужно какое-то время находиться в привычных условиях. Осложнений мы не видели, по крайней мере, еще ни одного, то есть она не дает осложнений, но, как и любая вакцинация, это внедрение чего-то чужеродного в организм, могут быть осложнения в виде аллергических реакций. В случае... Ну, я так понимаю, этого бояться как бы не стоит, да? Для того, чтобы предотвратить последствия негативной вакцинации пациент после введения вакцины в обязательном порядке наблюдается не менее 30 минут медицинским работникам в учреждении, где была произведена прививка. Вот, если все нормально, значит, пациент идет домой и, ну, либо там по каким-то своим делам. В течение суток первых после проведения вакцинации возможно местные реакции либо общие реакции, как правило, это, опять-таки, гипертермия лихорадка, но она самопроизвольно проходит, то есть делать с ней ничего не надо, если она, конечно, не выше 38,5. Если нет, значит, просто пациент проживает эти сутки в таком состоянии и потом все у него бесследно проходит и формируется защита. Ну, второй вариант, который может быть, это местная реакция, но это уже связано с особенностями введения вакцины, с особенностями конституции пациента, потому что тучные пациенты, они могут иметь осложнение в виде каких-то абсцессов и так далее, но это все казуистика, как правило, этого не случается. Говорит и показывает Минск. Екатерина Ивановна, несомненно, что пандемия коронавируса, она задвинула все другие заболевания на второй план, но они остались, тем не менее. Вот скажите, как сейчас оказывается медицинская помощь детям, ну, вот что делать ребенку, если у него какая-то плановая, например, операция по удалению миндалин или резко зуб заболел, вот что делать родителям, куда обращаться? Плановая помощь у нас в городе Минске сохранена, все, как и раньше, обращаемся в детскую поликлинику к участковому врачу-педиатру. В зависимости от того, какие нужны дальнейшие будут направления, врач сам определится, выдаст направление, куда нужно, и пациент в случае необходимости госпитализации госпитализируется в стационар. У нас все стационары Минска, которые занимались оказанием плановой медицинской помощи, работают в обычном режиме, ничего не приостановлено, то есть проблема... И стоматология. Вот, а если ребенок все-таки болен или есть подозрение, что он болен, но нужно все-таки оказать стоматологическую помощь? Ну, с этой целью у нас тоже предусмотрен выезд бригады, у нас есть четвертая детская клиническая больница, где круглосуточно оказывается стоматологическая помощь детскому населению, бригада выезжает на дом, ну, как правило, пациента транспортируют все-таки в стационар, изолируют, создают условия, чтобы не нарушать эпидемическое законодательство, скажем, и соблюдением всех противоэпидемических мер ему там оказывают медицинскую помощь стоматологическую. Говорит и показывает Минск. Друзья, я напомню, эта программа «Говорит и показывает Минск», эфир «Радио Минск» и гость нашей студии, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингородсполкома Екатерина Янущик. Соответственно, мы сегодня говорим о болезнях среди детей, особенностях течения коронавируса. Отдельная тема это беременные, вот женщина заболевает, ну, например, коронавирусом, на каком-то сроке беременности, вот насколько это опасно для нее, что ей делать, как лечиться, ведь в условиях того, что на каждой упаковке лекарств нарисовано, что это противопоказано беременным. Безусловно, беременные женщины это наиболее уязвимая категория людей, и они тоже болеют коронавирусом, в частности, омикроном. Но все стандартно, женщина обращается в женскую консультацию, опять-таки, помощь не приостановлена ни в коем случае для беременных женщин. Женщина обращается в женскую консультацию, где ее наблюдает врач-кушер-гинеколог и терапевт. Если у нее есть какие-то симптомы вирусной инфекции, то уже врач-терапевт консультации, либо же она может обратиться в обычную поликлинику к обычному участковому терапевту, ей назначается лечение. Лечение стандартное, обильное питье, симптоматическая терапия, разрешенными для беременных препаратами в соответствии с инструкцией к производителю. Как правило, все таблетки, которые для рассасывания боли в горле, они все практически разрешены. То есть, те, которые имеют такую растительную основу, как правило. Но лечение беременных особенно не отличается на амбулаторном этапе. Конечно, мы боимся осложнений у беременных и в последующем у их будущих детей. Поэтому очень осторожно относимся к этой категории женщин. Наиболее уязвимый период, когда они могут быть подвержены различным осложнениям, это от с 26 до 30 недель беременности. Поэтому мы им рекомендуем следить тщательно за своим состоянием и при ухудшении состояния немедленно обратиться к врачу. У нас предусмотрена возможность записи КТГ в любое время, суток, скажем, и консультации врача-кушерогинеколога-терапевта для таких женщин в любое время суток. Говорит и показывает Минск. А вообще каковы сейчас особенности работы роддома? Вот, например, возможно ли партнерские роды? В свое время такая тема модная была, что мужчина может присутствовать, пускают ли их пап будущих. Вообще каков процесс родов? Вот, если мама заболела, она больная, насколько болезнь передается малышу, вот, как практика показывает, если можно коротко тоже? Процесс родов ничем не отличается от процесса родов вне омикрона, скажем так. Женщина поступает в родильный дом. Единственное, что для женщин, которые заболели коронавирусом, у нас предусмотрена возможность получать услуги по родовспоможению в одном, ну, раньше было в одном, сейчас в двух роддомах города Минска. На базе учреждения здравоохранения 6-я городская клиническая больница и с недавнего времени еще и третья городская клиническая больница оказывает помощь таким женщинам. Роды стандартны, все стандартно, партнерские роды тоже никто не отменял, они существуют, и единственное, что оба партнера должны быть обследованы и должны соблюдаться противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не произошло заражение персонала и всех присутствующих, потому что, как известно, омикрон очень контагиозен. А так, в принципе, все сохраняется, мы совершенно поддерживаем идею, чтобы они были рядом. Абсолютно, для женщин это очень важно. Вот смотрите, на сайтах различных медучреждений я прочел, что вы лично ведете очень много приемов в доме ребенка, в детских поликлиниках. Ну, скажите откровенно, с какими вопросами приходят люди, то, что жалуются, понятно, ну, что еще? Ну, люди обращаются с разными вопросами в зависимости от сезона, скажем так, потому что сейчас, конечно, основной вопрос это коронавирус, заболеваемость, качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, вопросы вакцинации. Летом мы будем иметь блок других вопросов, которые связаны с выдачей справок в школы, в детские сады, в секции различные, то есть с более плановой работой. Есть вопросов большое количество, которые касаются оформления инвалидности и разных социальных гарантий, которые предусмотрены для данных категорий граждан. Ну, вопросы очень разнообразные. Мы можем два часа говорить здесь про вопросы, которые поступают к нам. тогда к вам еще не как что ли к чиновнику, а как к медику, профессиональному, врачу. Скажите, вот в конце программы, может быть, дадите какие-то советы родителям в случае заболевания ребенка. Вы уже многое что сказали, каких-то подозрений на коронавирус, на омикрон, что делать, куда обращаться, какие симптомы все-таки нужно прислушаться, присмотреться к ним, ближе к концу, перед выходными. Первое и самое главное, родители не должны паниковать. Ребенок может заболеть в любом возрасте, в любое время суток, и это не значит, что все закончится плохо. Ребенок заболел, первое, что мы делаем, это наблюдаем за его состоянием. Если состояние позволяет ему остаться дома, лечим стандартными методами, которым обучены, как правило, уже все родители. Взбиваем температуру, если это того требует, обильное питье, компоты, морсы, минеральная вода без газов, обычная вода, ну, конечно, ни чай, ни кофе. Почему чай вреден, интересно? Вот вы сказали, не чай. Ну, все-таки там содержится большое количество веществ, так называемых тенинов, которые оказывают неблагоприятное влияние. Интересно, то есть лучше вода, например, даже? В случае вирусной инфекции, да. Обычная вода, чистая, питьевая, бутилированная вода. Вот, ну, это витамины группы С, витамин Д, потом можно применять витамины группы В, но на первых этапах, как правило, это жаропонижающие препараты и обильное питье. Если присоединяются какие-то дополнительные симптомы, заболевания, конечно же, необходимо проконсультироваться с врачом. Если врач считает нужным оставить пациента дома и продолжать с лечением в амбулаторных условиях под наблюдением поликлиники, ну, это, во-первых, говорит о том, что состояние пациента не тяжелое, и родители вполне могут справиться теми препаратами, которые есть в наличии, и теми методами, которыми сами обладают. Если же состояние пациента более тяжелое, то, конечно же, он будет госпитализирован в стационар, где будет ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на то, что у нас в эфире был медик, но впереди ведь теплые выходные, мы надеемся, уже так весной запахло. Дорогие друзья, мы всем пожелаем здоровья. Я напомню, что это была программа «Говорит и показывает Минск», ведущий Дмитрий Портон, а в гостях нашей студии была начальник отдела медицинской помощи матерям и детям, комитета по здравоохранению Мингородсполкома Екатерина Янущик и сегодня говорили о болезнях среди детей, особенностях течения пандемии коронавируса. Всего вам самого доброго и до свидания. «Говорит и показывает Минск» Субтитры создавал DimaTorzok